Всем привет, кисы и коты! Меня зовут Ксения Гара. Добро пожаловать на мой канал! Очень рада приветствовать вас! Скучаю всегда на хвалам. И жду не дождусь, когда я начну записывать новое видео, потому что чувствую себя счастливой. И чувствую, что вы со мной. Только ради этого снимаю, блин, столько видосов. Потому что чувствую, что не одна. Это безумное чувство. Крутое. Что нас сегодня ждет? Нас сегодня с вами ждет видео под названием лайфхаки для макияжа, которые шокируют. Мы с вами уже видели многое. Но не все. Давайте посмотрим, что сегодня будет. Ну а перед тем, как мы начнем, конечно же, у меня, как всегда, для вас отчет удачи, который не работает. Для тех, кто не подписан на мой канал, подпишитесь, пожалуйста. Три, два, один, ноль. Все те, кто успел поставить лайки, вы большие молодцы. Спасибо вам. А все те, кто не успел, обратитесь назад. Поставьте этот лайк. Поставьте. Ну а мы начинаем. Лайфхаки для макияжа, которые шокируют. Вау. Погнали. Пау. Ничего шокирующего. Тени для век. На веки. Карандаш белый. Ох, как трудно его наносить. Все века себе порвешь и растянешь. Но, да, на белую основу, на любую белую основу, тени ложатся ярче. Это бесспорно. Какие крутые ресницы у нее. А-а-а-а. Почему у меня они такие длинненькие? Проверяем, да? Тональную основу. Как она будет нам замазывать. Си-си-крем. Мне кажется, си-си-крем будет лучше всех. И диди-к... Вот, диди-крем. Наверное, будет лучше всех. Нет, вот слишком хочу вот так, вот так, вот так, вот так. Осознам-ка я супер-пупер нереальный цвет. И все. Станешь бизнес-лей. Макияжная индустрия. Мечтать надо масштабно, черт. Все, что в нашем мире есть, когда-то было всего лишь мечтой. Нереальной мечтой. Как, например, лампочка. Или Wi-Fi. Все это когда-то казалось нереальным. Но оно существует сейчас. Значит, все реально. Вот эти ничего такие кудряхи. Если их распустить, будет круто. О, вот это классная штука. Делает такие волны естественные. Но их тоже надо уметь делать, чтобы не превратиться в такой, знаете, как химическая завивка мне однажды делали. Мне они были такие мелкие. Вот такие вот пышные, как макароны. Это было ужасно. В общем-то было на съемке на одно очень важное. Ох. Как я психовала тогда. Чуть не плакала, блин. Потому что выглядело просто ужасно. Есть ты бьюти-блогер. Это лайфхак для тебя. Как сделать свочи? Не совсем в чем. А, вода и масло. Ну да. Но мне больше интересно, что такое белое. Что такое белое? Пудра, что ли, какая-то? Абсорбирующее масло. Что это? Опа. Опа. Водостойкий маркер. Лаком. Ну да. Так татуировку можно сделать. Все, она не будет смываться. Если ты не будешь смывать особенно. Можешь продержаться несколько дней. Так что берешь штамп. Туда водостойкий лайнер. Может там какая-нибудь буква или сердечко. Чтобы вот так неровно не рисовать. Ставишь себе татуху лаком. И ходишь. Какая чистота. Лучше. С пудрой, конечно, лучше. О, спрей. Фиксирующий. Что же будет? Ну, со спреем лучше. Короче, просто пудра, либо спрей. А, самый лучший консилер в мире. Лучший консилер вы не найдете, отвечаю. Самый крутой. От Maybelline, по-моему. Или от L'Oreal. Но что-то такое. Из этой серии я забыла. У меня их три. Разных оттенков. Обожаю их. Реально ими можно замазать прыщ, который у тебя соскочил. Он становится такого же цвета, как твоя кожа. Он просто... Лээээээээээээ. Ты знаешь, сколько масла в твоей... Вот поэтому я и не пользуюсь тональными кремами. BB кремами. CC кремами. Потому что они очень жирные. Они забивают поры, появляются прыщи. Поэтому я предпочитаю просто, чтобы не блестеть, матирующую пудру. Всё. Я даже не пользуюсь базой под макияж. Ничем. Я бы пудрой не пользовалась, если бы мне не надо было видео снимать, и не блестело бы ничего под этими софитами и светом. Макаем башку в тазик мыть утра. Что же будет-будет? Психиядричка! Ну, она это делает для того, чтобы зачем-то кондиционером волосы намазать. Хотя это может сделать без тазика. Праймер и тональное покрытие, конечно же, будет работать в комбинации лучше, чем просто тонак или праймер. Это логично. Ну, давайте же посмотрим наглядно, как это будет. Я вам что говорила? Вот второй вариант. Ватную палочку возьми, женщина. Что ты творишь? Господи, зачем века в себе драть? Ватную палочку возьми на слюни, да вытри? О! Клубники! Она что, делает типа патчи? Нет. Черная маска на клубнику. Что за продуктовые наращения? А, что лучше выдергивает эти самые угри? Я в это не верю. Их, мне кажется, только давить. Так, водостойкий макияж, кокосовое масло, масло, мицеллярка и гель для снятия макияжа. В итоге кокосовое масло лучше всего. Я так и знала. Точно надо кокосовым маслом снимать макияж. Я все время помню об этом. Все время забываю сделать это. О! Моя еда. Авокадо. Сегодня я вот ела только что буквально. Съела вот такие два бутерброда с авокадо и сыром. Настанет день, когда я съем все авокадо на планете. Он останется. Да. Пальцем в итоге получилось экономичнее, по крайней мере. Шампунь. Для цвета шампунь. Защита цвета. Яйцо. Фу, яйцо выглядит так себе. Не хотелось бы мне волосы свое в яйце полоскать. Я так делала всего лишь один раз, а это было противно. Особенно, если ты смываешь это все горячей водой, это потом у тебя вся башка в сваренных яйцах. Ну вот несколько видов лесничек. Вот эти самые гигантские, самые тяжелые. Я люблю уголки. Они менее заметные и не устают веки в них. Но тем не менее взгляд становится более выразительным. Мне нравятся нижние и вторые снизу. Так, так, так. Что за тест у нас тут? А, тест щеточек, кисточек и всего остального. Но пальцем было бы лучше. О, праймер на ладошке проверить. Точно, это гениально. Давайте проверять. Ладошка, она такая уж морщинистая, вся в линиях. Да, это круто. Водная база на водной основе, масляная база. О, масляная вообще не растворяется. Чего бы как бы перевести то, что там написано. Не будем этого делать. Вазелиним, вазелиним. Увлажняем кремом, кремом. После двух часов. В итоге вазелин защитил. Я знаю, что многие звезды, например, Мерлин Монро, пользовалась вазелином вместо крема. Может, что-то в этом есть? Она прям, говорят, наносила толстый, толстый, толстый слой. А, оливковая масса содержит витамины. Вот так. Мы знаем, это да. Вот такие обилиы видео сегодня у нас. Прикольные такты. Я много чего нового узнала даже про кисти. Это было прикольно. Обязательно посмотрите вот эти два видео. Я уверена, мне понравятся. Они классные. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Ну, ставьте лайки. Я вас люблю. Целую. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok